Из грязи в князи, как бывший директор совхоза Александр Лукашенко победил на честных выборах и превратился в диктатора. Путин и Конституция, как обнуляли сроки хозяину Кремля. А также расхитители гробниц. Зачем России прах царского премьера Столыпина или советского разведчика Кузнецова? Это исторические факты. Мы рассказываем, что на самом деле из себя представляет русский мир. Здравствуйте. Диктатор-долгожитель. 30 лет назад, 20 июля 1994 года, директор совхоза «Городец» Александр Лукашенко принял присягу и стал первым президентом независимой Беларуси. Во втором туре за него проголосовали более 80% избирателей, которым импонировал молодой кандидат, обещавший бороться с коррупцией, дружить со всеми политическими силами, кроме коммунистов и чтить свободу слова. Как демократически избранный президент превратился в диктатора? Исторические факты от Константина Павлова. Как расческа со сломанным зубом может привести к власти аж на 30 лет? Вы что, хотите надо мной поиздеваться? Что на самом деле скрывается за имиджем хозяйственника и колхозника? Этим он как бы подкупил белорусов. И навечно ли батьска? Какое будущее может ожидать Лукашенко? Если в Кремле будет принято принципиальное решение? Смотрите прямо сейчас. Клянусь служить народной республики Беларусь. Выконовать конституцию и законную республики. 1994 год. Это кадры первой инаугурации Лукашенко. Обратите внимание на флаг. Он стоял под белочервоно-белым стягом, который он потом поменял и который сейчас он считает фашистским. От скромной к тайной. Именно такой была его последняя инаугурация. Что же произошло за эти 30 лет? Что пришлось даже скрывать вступление на президентский пост подальше от народных глаз? Как вообще председатель колхоза дошел до президентства и как превратился в диктатора? Президентами не становятся. Президентами рождаются. Выборы 1994 называют первыми и единственными демократическими выборами в Беларуси. Тогда еще депутат парламента Лукашенко устроил показательную борьбу с коррупцией. Он сделал доклад в парламенте, который транслировался на всю страну, где обвинил фактически всю политическую элиту в коррумпированности. Хотя доклад не имел никаких юридических последствий, потому что там не было каких-то фактов реальных. Лукашенко владел блестящими ораторскими способностями. Он простаивал в очередях за микрофоном в парламенте, выступал по всем поводам и без повода. Но белорусам образца 1994 года больше всего нравилось, что он говорил на очень простом и понятном всем языке. Ты посмотри на эту скотину, она же вся обестренная и уже на шерсти закорела все. Он говорил про доярок там постоянно, то есть про колхозы и все, что делалось в колхозе, он применял к стране. Вот этим он как бы подкупил белорусов. Плюс первые наивные постсоветские предвыборные технологии. Какой был первый плакат предвыборного Лукашенко, у него из кармана торчала расческа с отломанным зубом. Все это сработало и белорусы в первый и в последний раз демократично проголосовали. Почти сразу же Лукашенко начал менять конституцию под себя. То есть он за два года уничтожил всех. Все. И захватил полностью власть. Дальше были чисто технические вопросы. Кого еще нужно посадить? Какие бизнесы закрыть? Что отжать? Кого ликвидировать физически? Ликвидировал Лукашенко любого, кто мог посягнуть на его власть. Он не согласен с его решениями. Он убил несколько известных политиков. И, конечно, он в этом плане человек, который не имеет каких-то барьеров. Практически все крупные предприятия стали государственными. То есть лукашенковскими. Управляет своим хозяйством. Едет по полям, по лугам, по фермам. Наводит порядок, так сказать. Ругает пьяных механизаторов и так далее. Отсюда и появился миф о крепком хозяйственнике. Вы из меня идиота хотите сделать? Что я с поля должен ехать просить газ, нефть и прочие там кредиты? Ведь на самом деле все то, за что хвалят Лукашенко, сделано далеко не за белорусские деньги. Все кричат, что в Беларуси же такие хорошие дороги. Какой он молодец. Дороги в Беларуси финансировал строительство дорог. Евросоюз. Платные дороги. Делал инвестор из Арабских Эмиратов. Плановая экономика времен Советского Союза не сработала. В 2000-е годы в силу того, что те методы управления, которые он применял, они стали неэффективными. С одной стороны, он как бы, как он обещал, запустил заводы, но потом, как выяснилось, заводы стали разрушаться и закрываться. Так что Лукашенко пришлось просить деньги у России. Так он стал флассалом Путина. Это вот для пюре и драни. Отлично. Там все внутри упаковано, а это внешне было. В свое. Спасибо. Спасибо. Легитимность последующих после 1994 года выборов в Беларуси была, мягко говоря, под вопросом. Международное сообщество их отказывалось признавать. Лукашенко, получив власть, решил ее удерживать до конца. Он же публично говорил, что меня вынесут с моего кабинета только вперед ногами. Но после последнего голосования в 20-м терпение у беларусов лопнуло. Сотни тысяч людей вышли на улицы страны после задержания оппонента Лукашенко Сергея Тихановского. Под теми же флагами, под которыми диктатор в 1994-м присягал народу. И теми, что сам и запретил. Это просто логика политического процесса. Если политическая борьба доходит до ситуации, когда для удержания власти надо устранять политических противников, ну, значит, так тому и быть. Лукашенко тогда страшно испугался. Окружил себя усиленной охраной и не выпускал из рук автомат. Когда ему в лицо уже кричали «Уходи!», вот тогда это были срывы. У него же это было прям вот это состояние декомпенсации, когда он на вертолете летал. Помните, альенды недоделанные с этим автоматом. Охрана, кстати, у него была особенная, из Москвы. Подарок другого диктатора, Путина. Но спецназовцы не только защищали Лукашенко. Они контролировали, чтобы тот не дал слабину. Если это действующие российские были военнослужащие, то, конечно же, они в первую очередь выполняли приказ Кремля. Путин поставил ему жесткие условия. Саша, это все должно быть задушено в зародыши. Алло, иначе, извини, мы поменяем тебя на кого-нибудь, кто это сможет сделать. Протесты были жестоко подавлены. Более десятка убитых и около 30 тысяч арестованных. Как результат, последняя инаугурация Лукашенко проходит тайно от людей. А сам он боится выйти на улицу. Он дворами ездил, потому что на центральных проспектах его освистывали, сигналили ему. Он был перепуган, что люди вышли на улицу. Он вообще полагал, что это крах для него. И он боялся все-таки повторить судьбу Николая Чаушевского. В 22-м Лукашенко становится еще и военным преступником, предоставив Путину территорию Беларуси для вторжения в Украину. Мы, если и придем с севера к вам, я хочу, чтобы это военные некоторые услышали в Украине, то мы придем на комбайнах, тракторах. Он знал об этом как минимум за год, о том, что Путин готовит войну. Потому что Лукашенко несколько раз по этому поводу проговаривался, что война, война, война и прочее. Поэтому я думаю, что он с Путиным это обсуждал, и у них, видимо, был план поставить туда марионетку, которая была бы подконтрольной Кремлю, и они, видимо, хотели на троих каким-то образом дальше управлять территориями. Несмотря на это, публично Лукашенко лживо заявлял, Украина готовилась напасть на Беларусь, а то, что делает Путин, это фактически самозащита. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Теперь Лукашенко, который хвастался тем, что он единственный в Европе диктатор, одна дорога. На скамью подсудимых Гагского трибунала. Успокойтесь, господа. Лукашенко не тот человек, которого можно отстроить. Но доживет ли он до этого дня? Ведь ему все чаще и чаще становится плохо, причем на людях. У него заметна полнота, заметно, что у него проблемы с ногами. Теперь уже когда-то Брежнева не показывают, когда он спускается по трапу с самолета, либо наоборот поднимается на трап. Но каким бы ни было самочувствие диктатора, править Беларусью он собирается до последнего. Хотя не исключено, что этот его план могут сорвать. Если в Кремле будет принято принципиальное решение о том, что Лукашенко должен уйти, его просто ликвидировать физически. На 70-м году жизни диктатор все больше окружает себя охраной, а в Беларуси все сильнее закручивает гайки. В идеальном мире Лукашенко, у него существует вот его силовой блок и какой-то там народец, который не имеет права голоса. Все. Который в принципе не жил богатой нигде начинать. Меньше чем через год в Беларуси очередные президентские выборы. Восстанет ли страна против до сих пор непризнанного западным миром диктатора, это снова, как и в 20-м году, зависит от самих белорусов. Константин Павлов. Исторические факты. В спину Лукашенко дышит Владимир Путин. Он у главного руля уже четверть века. И точно так же, как белорусский диктатор, добровольно уходить с поста не собирается. Ради Путина даже переписали Конституцию, что позволит ему оставаться во власти, пока смерть не разлучит их. Четыре года назад в России состоялся референдум. Голосовали якобы за две сотни поправок в Конституцию. Но всем было понятно, какая самое главное. Как прошло это шоу по обнулению сроков. И что Путин ранее говорил об изменениях в Конституцию. Вот вам факты об этой истории. Во имя царя. Спасибо. Как Путину стелили дорожку к пожизненному правлению. Мозги им надо поменять, а не Конституцию нашу. Как прошло голосование по обнулению сроков. И как его высмеяли в соцсетях. Голос каждого из вас самый важный. Владимир Владимирович Путин. Версия 2008 года. У меня не было соблазна остаться на третий срок. Никогда. С первого дня работы в качестве президента Российской Федерации, я для себя сразу решил, что я не буду нарушать действующую Конституцию. На третий срок он, конечно же, пошел, обойдя главный закон с помощью Медведева, который был блюстителем трона до 2012 года. Оскорбительный, на мой взгляд, для нашей страны, для нашего народа Совета поменять Конституцию. Мозги им надо поменять, а не Конституцию нашу. А 20 января 2020 года Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в Конституцию России, в котором позже появится та самая поправка, ради которой и затевался спектакль об обнулении президентских сроков. Успех и процветание России не могут и не должны зависеть от одного человека. Но по факту все процессы в России зависят от одного человека, чьи полномочия утверждают благодаря сомнительным процедурам. Это было автоматически. Через интернет, на избирательных участках, дома, в больницах, на пнях и даже багажниках. Вы же голосование за поправки, правильно? Мне не верят, что вот так можно проголосовать. Так в России проходило голосование за поправки в Конституцию, которые позволяли Путину править до 2036 года и гарантировали ему пожизненную неприкосновенность. Я четко вижу курс страны на затягивание гаек, на то, что наша страна отгораживается от других стран. По новой Конституции всем, кроме Путина, нельзя будет находиться в кресле президента больше двух сроков. Исполнительная и законодательная ветвы власти стали еще слабее. Глава государства получил право назначать и увольнять судей и министров. А российское законодательство – приоритет над международным. Брак определяется как союз только между мужчиной и женщиной. А еще прописана вера в Бога, которая объединяет российский народ. Но главная поправка, конечно, не про Бога, а о царе. Единственная, по сути дела, цель голосования по этим поправкам – это предоставить Путину право избираться президентом столько раз, сколько он захочет, и править Россией пожизненно. В целом в новом законе было более 200 поправок, за которые государство предложило проголосовать россиянам пакетом. Если просто головой подумать, друзья дорогие, господа хорошие, ну как же можно одним голосованием принимать 202 поправки или утверждать 202 поправки? Потому что, по идее, каждую поправку нужно выносить на отдельное голосование. Накануне голосования за поправки к народу впервые за все время конституционной эпопеи обратился Путин и призвал голосовать за светлое будущее. Вот только целесообразность обнуления своих сроков он никак не объяснил, чем вызвал волну насмешек в соцсетях. Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. К тому же обращение российского диктатора на фоне нового памятника советскому солдату в Ржеве было очень странно снято. Либеральная российская пресса сравнивала Путина с героем Гарри Поттера, Волан-де-Мортом, а монумент с Дементором. Несмотря на комическую систему голосования, Центр избирком отрапортовал, что голосование прошло прозрачно. В то же время независимые наблюдатели заявили, что таких массовых фальсификаций не было со времен скандальных выборов в Госдуму в 2011. В первую очередь речь шла о вбрасывании бюллетеней. Много проблем было и с электронным голосованием. К примеру, журналист Павел Лобков смог проголосовать за себя и того парня. Если еще на дом, но мне ящик принесут, значит будет три. Его коллеги, который был наблюдателем в Петербурге, полицейские сломали руку прямо на участке. И, конечно же, классика жанра – админресурс. Пользуется основная схема – это открепление и прикрепление к участку. Таким образом происходит административная мобилизация избирателей по месту работы, в частности. Путин традиционно пришел голосовать на участок в Российской академии наук. От Кремля не раз звучали заверения, что голосование в условиях пандемии будет со всеми мерами безопасности для граждан. Но сам ВВП явился без маски и перчаток. Пресс-секретарь Песков позже заявил, что его начальник доверяет местной дезинфекции. В Кремле голосование назвали триумфом, мол, явка составила 70%. Очевидно, для этого голосование растянули на целую неделю. За изменения в основной закон, согласно официальным данным, проголосовали 80% от тех, кто пришел на участки. Насколько эти цифры правдивы, ввиду массовых фальсификаций, о которых заявляли независимые от Кремля наблюдатели, вопрос риторический. Я, честно говоря, не думаю вообще ничего, потому что Конституцию приняли и нас об этом и спросили. Немногочисленные акции протеста в Москве и Петербурге разогнал ОМОН. В Кремле сомнительному голосованию попытались придать международной легитимности, но как-то криво. Мол, после референдума Путина массово поздравляли иностранные лидеры Индии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана. Главное, конечно, ощущение, естественно, это то, что это все не настоящее, это все понарошку, это делается для одного человека, чтобы он был доволен и счастлив. Но Путину и этого оказалось мало. Как и в известной сказке, он словно старуха, получившая все, захотел большего. Стать владычицей морской и чтобы Запад был у него на посылках. 24 февраля 2022 года он загадал это желание. И хоть сказка ложь, в ней есть намек, чем заканчиваются подобные истории у разбитого корыта. Расхитители гробниц. 24 июля 2023 года в разгар большой войны неизвестные попытались украсть прах советского разведчика Кузнецова, который похоронен во Львове. Это была не первая попытка Кремля заполучить кости разведчика. С 2017 года львовскую мэрию начали забрасывать письмами от якобы родственников Кузнецова, которые вдруг захотели перезахоронить дядю на исторической родине. А в Госдуме даже предложили выкупить кости. Зачем? Путинская Россия создавала свой пантеон славы. Героев, которыми нужно гордиться и чьи могилы находятся в России. Это важно с пропагандистской точки зрения. С этой же целью из Херсона были украдены останки князя Григория Потемкина. С этой же целью Москва пыталась заполучить прав премьера Столыпина, а также многие другие знаменитые кости по всему миру. И вот вам исторические факты. В поисках реликвий. Российская Федерация захотела завладеть нашим имуществом. Как Россия воровала артефакты у белых иммигрантов. Находят каких-нибудь родственников, а если таковых нет, то их выдумывают. Что Кремль хотел забрать в Киеве. Они предлагали сумму 20 миллионов долларов. И зачем Путину вещи столетней давности? 2019-й. На этом куске ткани написаны далекие для обыкновенного француза слова. Путин, здесь вам не Крым и не Донбасс. А держат самодельный плакат не кто-нибудь, а потомки царских и княжеских семей. Выйти на протест их заставила историческая родина, которая вдруг решила прийти на Лазурное побережье. Кладбище Кокат в Ницце. Об этом месте белогвардейцы-эмигранты сочиняли песни. И эмигрантские остались в риют. Кладбище Сен-Джуи и Кокат. Здесь похоронен, как говорится, цвет Российской империи. Жена императора Александра Второго, белогвардейские офицеры. Почти сто лет это место интересовало только туристов и эмигрантов с фамилиями, как из дореволюционных романов. Но внезапно им заинтересовалась путинская Россия. Она захотела забрать кладбище, принадлежащее эмигрантской общине Ниццы. Кладбище – это место, где лежат все наши. И все. А почему это должно принадлежать России? Логика – это русская территория. Она никогда России не принадлежала. Это всегда была французская территория. Крупнейшие дипломатические и юридические сражения Россия развернула вокруг этой могилы. В Кремле прах генерала Белой гвардии Николая Юденича мечтают перевезти в Москву. Причем сам Юденич никогда этого не завещал. Мы получаем заявление о том, что вот просим. Они обычно находят каких-нибудь родственников, а если таковых нет, то их выдумывают. Юденич далеко не единственный, за чьим прахом охотится Россия. Это выражается желанием увезти в Россию наиболее известных. Это было сделано с Деникиным. Это пытались сделать с Шаляпиным. Это пытались сделать и с останками премьер-министра царской России Петра Столыпина, похороненного в Киеве. На переговоры московские эмиссары приезжали в 2013-м. Прибыл губернатор Саратовской области. Было практически за несколько месяцев до начала революции достоинства. И они приезжали и активно предлагали вывезти останки Столыпина. Кстати, по его завещанию его похоронили на территории Киево-Печерской лавры. Но любопытно, как именно русские пытались это сделать. Они предлагали сумму 20 миллионов долларов, которая предусматривала часть прямой взятки в карман людей, заведующих Киево-Печерской лаврой, а часть в качестве подаяния в Украинскую церковь Московского патриархата. У историков до сих пор есть опасения, а не вывезли все же русские прах Столыпина из Киева тайно. Когда проводили работы по восстановлению надгробия, видели своды склепа, но туда никто не лазил. Заглянули, но не смотрели, что там есть. Не жалели россияне денег и на архивы социал-демократов начала 20 века. Они хранятся в Австрии. Москва предлагала несколько миллионов евро, чтобы вывезти их к себе. В них подлинная, а не выдуманная советской властью история о том, как совершался большевистский переворот и кто на самом деле его финансировал. Проливают свет на не очень скромную жизнь Ленина за границей и происхождение его состояния. Настоящая детективная история развернулась и с рубашкой императора Александра II, того самого, которого убили революционеры в конце 19 века. Российскому послу во Франции вернули украденные реликвии императора Александра II. Российские пропагандисты с надрывом рассказывают о победе, только вот ситуация выглядит наоборот. Кто у кого украл? Это еще вопрос. Обратились в Министерство культуры, что якобы исчезли эти предметы и что они были нами украдены. То есть мы сами у себя украли. Как это считать, я точно не знаю. Гусарский мундир и рубашка с жилетом, в которых был смертельно раненый император, хранились у эмигрантов почти столетия. В этом же своем любимом мундире Александр запечатлен на портрете, который при жизни императора висел в спальне его супруги Екатерины Юрьевской. И никому до них не было дела, пока в Париж не прилетел Путин. Реликвии временно попросили у эмигрантов, чтобы показать хозяину Кремля. Путин приехал в Париж. Власти Франции его встретили. Его одного из всех лидеров. Подарили ему, так сказать, преподнесли, собственно, эти реликвии. Ну, то есть, в общем, это такое для внутреннего пользования. То есть, если вы не знаете внешнюю сторону, то, естественно, для вас это очень актуально и важно. Вы понимаете, что Путина, лидера Российской Федерации, встречают везде с распростертыми объятиями. Но все было напрасно. Картеж Путина умчал в аэропорт мимо императорских артефактов. А вот мундир с рубашкой к потомкам царских и княжеских родов так и не вернулся. Россия современная, а методы – советские. Российская Федерация, в конце концов, на нас нападает тем, что она захотела завладеть нашим имуществом. Потому что ей надо все. Надо все, что историческое. Хочешь ее использовать для своих целей. Мундира с рубашкой Александра II России показалось мало. Вот, смотрите, какая изумительная работа. До полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула настоящую охоту за церквями во Франции. В Ницце, Каннах и Биорице. Прикрываясь тем, что она является правоприемницей не только СССР, но и Российской империи. Это Свято-Николаевский собор в Ницце. Несколько лет судов и эмигранты белогвардейской волны проиграли Россию. Материальная сторона абсолютно не безразлична для них. Они сперва записались на земли вокруг собора. Это все-таки в центре Ниццы примерно 3500 метров. С другой стороны, вся эта масштабная охота за сокровищами нуждается в безумных вливаниях. Суды, взятки, логистика, медиа. Откуда деньги? Источником денег олигархата является власть. То есть Путин, просто у него есть продразверстка. Он может сказать тому или иному человеку, в зависимости от его склонности. Слушай, Вася, миллионов 20-30 надо на благое дело. Родине надо. И Вася идет это делает, потому что он понимает, что если он это не сделает, то потом у него будут проблемы. Но зачем все это России? Зачем она устроила охоту за реликвиями? Так Россия переписывает историю? Об этом было заявлено, что история должна служить нынешнему времени. В условиях вот такого проседания экономического и репутационного Путину приходится подкручивать вот такие вот, эту махину пропагандистскую, такую уропатриотическую. Путину нужно кидать электорату какую-то другую кость. А для такой цели Россия денег никогда не жалела. Это были исторические факты о том, что скрывает русский мир. С вами была команда ICTV и Сергей Кудимов. Увидимся через неделю.